Всем привет! Я запускаю серию видео, в котором я расскажу о каждом Сансе из Андерверс. И начнём мы с Инг Санса, так как он является ключевым персонажем в истории Андерверс. Инг Санс, или же просто Инг, это внекодовый персонаж и защитник АУ. Инг следит за порядком в альтернативных вселенных. Он вдохновляет создателей, чтобы они продолжали работу над АУ и создавали новые. Сейчас я вам поведаю немного предыстории. У него не было имени. Он и его мир были лишь эскизом, неудачной попыткой. Неудачный, и таким был его мир. Его создатель снова бросил их. После долгих попыток он устал от них, опять-таки. Один за другим, воля к рисованию не увенчалась успехом, и он смотрел на это, чувствуя своё бессилие, когда создатель отбросил его. Его недостроенный дом стал ему тюрьмой. Все остальные персонажи уже отчаялись и погрузились в глубокое отцепенение, в то время как он всё это отрицал. Теперь это были лишь забытые каракули, недооценённые эскизы, концепции мира без названия. Независимо от его попыток сделать этот пустой мир лучше, он был единственным, кто развил хоть какие-то чувства. Он так и не получил никаких ответов. Он был один. Боль была невыносимой, чувство одиночества просло в нём всё больше, поскольку белая пустота, казалось, захватила его. Он был в отчаянии. Он звал на помощь, но так и не получил ответа. Он возненавидел остальных нарисованных персонажей. Он сходил с ума, несмотря на тихие призывы того, кто был неравнодушным. «Я не хочу, чтобы меня забыли! Я не хочу быть одиноким! Я просто хочу быть кем-то!» И, впав в глубокое отчаяние, он вырвался на свободу. И это было как новое начало, совершенно новый шанс. Но он не помнил своих действий. Он не помнил, что он сделал или кем он был. Он был просто здесь, без души. Бесцельный. Так что он сидел здесь и ничего не делал. И время, если оно вообще существовало, прошло. Что он должен был сделать? Почему он здесь? Кем он был? Отчаянный. Страх. Без души, без цветов. Он ничего не чувствовал. Он просто ждал. Ждал. И ждал. Страх. Страх. Его глаз. Его вдруг залило краской. Были ли это цвета? Было тепло и обнадеживающее. Нет. Это было нечто большее. Это была сила. Легкая. И при этом подавляющая все сразу. Он ощутил множество других эмоций. Отвращение. Печаль. Ярость. Полнота. Лень. Содержательность. Это были эмоции. Это была, наконец-то, жизнь. Полная радуга в этом пустом мире. Внезапно он почувствовал себя счастливым. Он снова мог чувствовать. С чувствами и таким мощным инструментом в руках его способности, казалось, взлетели до небес. Каждый раз, когда он был залит новой волной цвета, он использовал возможность создать свою собственную. Но всякий раз, когда цвета долго не появлялись, он понимал, что снова исчезает в этом белом бланке. И это заставило его потерять всю свою личность, которую он сумел построить, пока краски не вернулись. Чтобы этого не случилось, он придумал решение. Каждый раз, когда появлялся новый поток цветов, он наливал бутылку каждый, чтобы продолжать питаться эмоциями, когда бы он не нуждался. Так что он мог чувствовать себя самостоятельным, чтобы он мог притворяться, что у него есть своя собственная душа. Как только он взял под контроль свои цвета, он наконец смог оказать влияние на мир вокруг него. У него были свои взлеты и падения, свои эксперименты, неудачи и успехи. Он обнаружил, что наслаждается жизнью, которую сам же и создавал, даже не зная, кто наделил его такими способностями и почему. Но тем не менее, находя им хорошее применение... Но он еще не закончил свои открытия. Он знал, что тратить такую силу в одиночку не стоит. И возможно, он должен был мыслить шире. И казалось, что этот второй шанс готов был открыть ему глаза во второй раз. Именно так появился на свет персонаж, которого мы все знаем как Инг Санс. Но на этом его история не заканчивается. Оберегая другие вселенные, он встретился с новой проблемой. Эррор Санс искал любой повод уничтожить альтернативные вселенные. Инг Санс принял как долг защищать Ау от яростного разрушителя. Казалось, так будет вечно. Но их война длилась не так долго. После очередной схватки, Инга и Эррор телепортировал в странный мир с Глубой Камня посреди океана. Они не могли выбраться из него, не могли использовать свои способности. Они пали в отчаяние. Прошло много времени. И тут, половина вселенных была неожиданно уничтожена собственными создателями. Тогда Эррор предложил Ингу перемирие. Главным условием которого являлось никакого создания, никакого разрушения. Инг считал, что это будет лучшей альтернативой, так как он сможет защитить оставшиеся Ау в целости и сохранности. После заключения перемирия, Инга и Эррор снова вернули обратно в мультивселенную. Эррор сбежал и стал ждать повода, чтобы вмешаться и снова вернуться к уничтожению Ау. Но Инг не мог долго терпеть. Он понимал, что ничего нового больше не появится. Он хотел проявить себя, он хотел создавать, и это сводило его с ума. Но однажды Инг нашел вселенную, которая пыталась сама себя уничтожить. Он отправился в нее и встретил Гастера с необыкновенной душой, которая позволяла создавать все, что угодно. Инг был очень удивлен, узнав об этом. Он понимал, что с такой силой можно сделать много всего интересного. Но Инг не забывал про перемирие, которое он заключил с Эррором. Тогда Инг и Гастер разработали игру, в которой Инг сможет защищать вселенные от напасти и при этом не нарушать правила перемирия. Эта игра носила название Событие Икс. И вот так мы плавно переходим к первому сезону Underverse. Если вам интересно, что дальше произошло, то посмотрите обязательно Underverse. Теперь поговорим немного о самом персонаже. Инг веселый и шутливый, как оригинальный Санс, склонен к искусству и изменению одежды окружающих, делая их самооценку выше. Инг часто забывается и может остановиться на середине предложения. Но с этой проблемой ему помогает его шарф, где он делает записи и смешивает краску. Если этот скелет что-то задумал, то он обязательно побежит делать задуманное. Яркие эмоции Инг получает из флаконов с краской, которые он пьет. Он всегда их носит с собой. Когда Инг испытывает очень сильную радость, его может стошнить чернилами. Таким образом эмоции выходят наружу. И именно поэтому Ингу приходится снова пить краски. Его одежда имеет темно- и светло-коричневые цвета. На поясе он носит голубую кофту. Также у него есть шарф светло-кофейного цвета. У него есть ремень, в котором он носит краски. Его зрачки при моргании всегда меняются и зависят от его настроения. За спиной он носит свою огромную кисть, которую называют Бруми. Это его основное оружие. Инг может нарисовать преграду, стенку, защиту или же цепи, веревки и даже гигантские руки. Он может нарисовать всё, что пожелает. Но у Инга есть и запасные кисти, которыми он может тоже сражаться. А ещё он может вызывать чернильный гастербластер. Но им он пользуется редко. Также у Инга появился новый дизайн. В нём преобладают жёлтые и зелёные цвета. Как дань уважения первым цветам, которые испытал Инг. Также в его одежде присутствует много коричневого и белого цвета. Инг носит комбинезон, который заправляет, и носит их как брюки. Также он носит перчатки, похожие на перчатки для рисования на графическом планшете. В новом дизайне Инг не носит обуви, а ходит босиком. Кстати, у Инга есть брат, но о нём он ничего не знает. Это Paint Papyrus. Он занимается тем, что подрисовывает детали в каждой альтернативной вселенной. Вот такая вот история про Инг Санса. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите других историй про Сансов. Я рассказал всё, что вообще известно об этом персонаже. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу Инг Санса, то смело пишите в комментариях. Я могу даже на них ответить. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!